Добрый, добрый, добрый день! Я рада приветствовать зрителей только моего канала Марина Цветы. Вот моё видео предназначено только для вас. Я делаю такие коротенькие видеозарисовки. Они предназначены для моих любимых зрителей. И я хочу вам помочь подготовиться к Новому году. Каждый день выходят мои видео, очень коротенькие, с определённым заданием для вас. Вы постоянные мои зрители. Я знаю, что вы мне уже доверяете и проверяете. Поэтому я не буду разлокольствовать. Я чётко даю вам задания. Я прошу их выполнить. Потому что вы своим детям говорите, что им нужно сегодня сделать, застелить постель, собрать портфель. Или мужу даёте указания. А вам никто не даёт таких указаний. Поэтому я теперь для вас буду вот такой вот тренер. И буду проводить для вас вот такие задания. И пожалуйста, выполняйте их. Это всё будет предназначено для того, чтобы вы встретили Новый год. Не только здоровый, красивый, успешный. Но и в другом статусе. Да, вот самоодовлетворённый. От того, что у вас в доме всё в порядке. И дом встречает красивый, чистый. И вы все здоровы и ухожены. Сегодня у нас третий день работы на кухне. Зона сегодня будет достаточно сложная. Несмотря на то, что она будет очень маленькая. Буквально в размере метра, полуметра. Но она действительно займёт, скорее всего, больше, чем 15 минут. Ну, насколько у вас хватит резервов здоровья, времени. Ну, и может быть настроения. Хотя, ещё раз повторяю, настроения мы сегодня не говорим. Встаём и делаем. Сегодня мы работаем с вами в зоне печки. Это может быть электропечка, духовой шкаф. К этой же печке я присоединяю вытяжку. То есть, вы поняли, вот эта вся зона, начиная сверху вытяжка, печка. И буквально до самого пола мы с вами прорабатываем. Значит, я вам советую начинать с верхней зоны. Я вам очень советую пользоваться специальными средствами для мытья печек и вытяжки. Ну, для вытяжки мне очень нравится, я в каждом видео говорю, обычное средство для стёкол. Там содержатся спирты, очень быстро жир растворяется. Вы обязательно должны иметь определённые мочалочки, губки, салфеточки. То есть, мы не моем печку и вытяжку той мочалкой, которую вы моете посуду. Для вас это другие хозяйственные принадлежности, которые или вы сразу выбрасываете, или вы кладёте где-то внизу в специальную такую тару, коробочку. И это только для мытья именно хозяйства, ни в коем случае ни кастрюли, ни посуду. Итак, вы сегодня наводите порядок на вытяжки, вымываете её и сверху, и особенно снизу. Если у вас снимаются вот эти вот пластины, фильтра, снимаем. Если они у вас не бумажные, не угольные, значит, я вам сейчас буду советовать очень простые народные способы, как очень быстро вот это всё гаммозом замочить и достать блестящую посуду. Для этих целей мы используем хозяйственную соду, кальцинированную соду. Не пищевую. Вы приготовляете очень большую миску, достаточную, какая у вас есть в объёме. Если нет очень хорошего средства, в мойке закрыть дырочку пробочкой, залить горячей воды, насыпать вот этой кальцинированной соды, ну, в определённых пропорциях, вы уже знаете, и замочить вот эти фильтра, если они у вас не угольные, не бумажные, а такие просто рифлёные, значит, вы это замачиваете на 5-10 минут, пока вы будете верх мыть. Этой же губкой вы можете, которую вы намочите кольце в воде, которую вы растворили, вы можете и нижнюю часть вытяжки промыть, то есть обязательно здесь капли жира, угара собираются. Значит, вот этой же кальцинированным раствором вы быстренько это всё смываете. Пожалуйста, берегите руки, найдите перчаточки или медицинские, или, может быть, у вас покраски есть какие-то там одноразовые, или, может быть, хорошие такие у вас резиновые, потому что это щёлок, нам надо беречь наши ногти в любом случае, и все работы, которые вот с водой связаны, с моющими средствами, обязательно руки должны быть защищены. Таким способом вы приводите в генеральную чистоту и блеск вытяжку, опускаетесь ниже под вытяжку, если у вас кафель здесь вот, я не имею в виду, что мы весь кафель сейчас охватим, всю рабочую стенку, но уделите вот особое внимание пространству, которое над печкой. Если у вас закрывает крышка с газовой печки, то вы вот этой же кальцинированной содой, раствором, или, может быть, моющим средством, или, может быть, губка у вас есть специальная, или просто пищевой содой, вы учитесь вы сверху, опускаетесь, опускаетесь, и опускаетесь до печки. Я могу вам посоветовать, я использую действительно на протяжении уже 2-3 месяцев, вот у нас фольга для запекания, мне очень нравится, или сейчас вот в магазинах есть, ну, в нашей стране это Фракенбок, такая ферма, она выпускает хозяйственные принадлежности. Это такие с фольги сделаны листы блестящие, и мне очень удобно, я каждую неделю выстилаю фольгой, расстилаю по печке, и я всегда очень довольна, в конце недели я это всё убрала, чуть-чуть-чуть промыла, и всё идеально, даже если где-то что-то убежало, или там рассыпалось, ничего страшного, фольга всё защищает, печка практически у вас всегда в красивом состоянии, и она создаёт ещё впечатление вот этого блеска фольга, ну, это тоже своего рода какая-то изюминка. Почему я заостряю внимание? Потому что начинаются праздники, вы готовить будете продуктов очень много, у вас будет 4 комфорки, они будут 4 заняты, внизу будет духовка гореть ещё, и вот снизу у вас жар идёт, сверху что-то у вас убежало, или даже капельки воды, и у вас печка просто коркой покроется. Не надо, будем беречь то, что мы имеем, и прежде всего облегчать себе путь, ну, вот в работе по кухне. И я надеюсь, что вот эту процедуру вы очень быстро сделаете, по моему совету. У нас заведён ежедневник, который вот у меня разделён, страничка на 4 дня работы в кухне, ну, у нас есть ежедневная работа, но мы каждый день не моем шкафы, или, допустим, ну, какие-то там другие принадлежности. Поэтому, пожалуйста, сегодня у нас зона печки. Надеюсь, что она у вас была уже в хорошем состоянии, и вы очень много времени не затратили. И я бы просила, в связи с тем, что времени у нас очень мало к подготовке Новому году, в этот же разряд, в этот же день, включить и подготовку. Посмотрите, кастрюль, тарелок, чашек. И я бы вам советовала посмотреть на всю свою посуду, вилочки, ложечки чайные, пересмотреть. Потому что, если мы вчера с вами убирали шкафы, конечно, грязные тарелки или какие-то щерблённые чашки, в конце года мы это всё должны пересмотреть, перемыть, перечистить или избавиться от щерблённого, надколотого. Потому что в этом году мы избавляемся от всего негатива. И так как я взрослая женщина и всё упрощаю, я вам советую опять достаточно объёмную миску или умывальник пробочкой, вы закрываете мойку, добавляете кальцинированной соды, замачиваете посуду свою, все тарелочки, вот сколько у вас поместится в рукомойник, посуду, туда же вилочки, чашечки. Всё это стоит у вас, если это недостаточно грязная, скажем так, буквально за 10 минут, пока вы мне будете мыть печку или вытяжку, или там ещё какая-то подготовка будет, вы потом спускаете эту воду, сливаете или переставляете эту посуду, выполаскиваете. Поверьте мне, такой чистой посуды и в магазине не было, после того, как вы воспользуетесь моим способом. Очень тщательно промываем. Можно использовать кальцинированную соду, как я вам советовала, а можно обычный порошок горчицы. Замочили в таз, посуду добавили горчицы. Это и дезинфекция, это и блеск, особенно если у вас стаканы, если у вас какие-то хрустальные салатницы есть, стеклянная посуда бывает. Вот это всё, фарфор, вы всё это помыли, особенно чайнички, заварнички, блюдечки, чтобы это в кухне у вас достойно выглядело. Если пришли гости, чтобы вы не дали чашку, не того вида, когда нужно. Это мы с вами поговорили о зоне печки. Я знаю, что вы очень загружены, у вас нет времени и настроения, и всего чего угодно у вас нет времени. Но я бы хотела в этот же день, чтобы вы обратили внимание на свои кастрюли, сковородки. Пожалуйста, если есть время, уделите внимание им. Если доверяете мне, воспользуйтесь моим способом. Большой таз или большая миска мы крошим хозяйственное мыло туда, хотя бы пол бруска можно покрошить, высыпаем кальцинированную соду, доводим до кипения и погружаем кастрюля в кастрюлю, кастрюля в кастрюлю, заливаем дополнительно ещё туда этим же раствором. Вы можете накрыть крышкой, чтобы это покипело у вас 15-20 минут, 5 минут, оставить на час, на два, а может быть до утра. И завтра утром вы не узнаете свою посуду, даже сколько бы лет ей не было, особенно если у вас в хозяйстве эмалированные посуды, мы их очень ценим. Это ещё наших, может быть, родителей, каких-то 80-90-х годов. Они очень качественные, мы не можем от них избавиться. Поэтому вы приведёте в порядок, особенно у вас должна быть старая зубная щётка, вот где ручечки, вот это вы всё помыли. Это будет доли секунды, это даже не минуты, поверьте мне. И таким способом мы с вами и здесь навели гигиену. И сегодня мы закончили третий день подготовки кухни к Новому году. Ну, в третий день у нас достаточно так физически объёмной получилась работа. Если достаточно сил, ну, в любом случае, я советую вам завершить этот день, ещё уделить внимание своей технике. Сюда мы относим СВЧ, электрочайники, может быть, и тостеры у вас какие есть. Пожалуйста, точно так же быстренько пройдитесь по ним, по верхам, скажем так, приведите их в порядок, особенно если у вас СВЧ, может быть, вы знаете способы внутренней быстрой очистки СВЧ. Это мы ставим водичку кипятить, ставим водичку, добавляем ложечку пищевой соды, ставим на 5 минут, наверное, и пары соды вам размягчат внутренние все отложения, которые в СВЧ у нас чаще всего бывают от бутерброда, или просто что-то мы там разогреваем, оно брызгает. И обязательно в этот же день переведите в порядок и техника. Я вот сижу и глазами смотрю, какие у вас задания будут дальше преследовать. Я думаю, что сегодня мы с вами все, что зона печки, кастрюли и обязательно электротехники закончим, для того, чтобы попрощаться с этой зоной. Мы с вами прошли зону холодильника, вот прошли зону шкафа, сейчас мы прошли с вами очень сложную зону этой печки, кастрюли, тарелки. Но мы же понимаем, что мы готовимся к Новому году, но это не значит, что вот эти тарелки будут у нас на праздничном столе. Нет, мы заканчиваем с вами Новый год для того, чтобы войти в Новый год чистыми, опрятными, с гигиенами и совсем в другом может быть даже статусе, вот в духовном. Потому что кухня, как бы там ни было, для женщины это место не просто святое, а, наверное, самое щепетельное. Поэтому я очень рада, что вы прислушиваетесь к моим советам, не противоречите мне, идёте туда, куда я вас посылаю, делайте то, что я быстро-быстро вам советую, потому что времени у нас очень-очень мало, мы торопимся с вами, скоро Новый год, моим советам. Вот. Вот. Вот.